всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня у меня будет рубрика готовлю на несколько дней сегодня ну скажем так после болезни да я буду готовить такие простые в приготовлении блюда которые не требуют от меня слишком большого участия в их приготовлении я бы так сказала ну и первое блюдо это такое блюдо которое вообще поставил в духовку и вообще забыл про него очень быстро просто для тех кто кого допустим нет времени кто работает да нужно что-то приготовить на ужин мне кажется это отличный вариант можно взять не куриные ножки можно взять куриную грудку или вообще целую курицу в принципе я готовлю как что смотря что есть грубо говоря в холодильнике обрезаю вот это вот ну лишнюю кожу скажем так полностью кожи я не удаляю потому что ну иначе мясо вот этого да она как бы пригорает я не накрываю фольгой курицу и она знаете такое как бы подсыхает становится не очень а так кожу уже после приготовления я снимаю и мы замечательно кушаем таким образом курочку курицы я всегда добавляю картофель достаточно крупно его нарезаю и само блюдо я уже по готовности курицы достаю то есть картошка получается такая очень мягенькая вот картофель морковку и лучок лук можно не класть потому что он на самом деле ну такое знаете слегка подгоревший получается но я люблю такой лук я люблю вот на мангале когда знаете такой вот горелый лук не знаю почему но мне очень нравится поэтому я его добавляю чисто для себя и одну морковочку но морковочку меня всего была одна в холодильнике обычно я побольше добавляю вот но сколько было столько и добавила просто ничего там не раскладывая не выкладывая просто вот как бы в перемешку в блюде да буду это все запекать и буду конечно добавлять специи мои любимые специи для мяса я их и добавляю курочки тоже не очень мне нравятся все специи еще раз повторюсь я заказываю сахер немножко итальянских травок и здесь у меня сухой укроп тоже добавляю немножечко также буду добавлять немного оливкового масла чтобы но картошка чтобы сильно не не засохла буду запекать все это при температуре 180 градусов еще раз повторюсь не накрывая ну соль соответственно да не накрывая фольгой можно и накрыть фольгой можно запечь все это в рукаве но в рукаве лично мне не нравится получается такой более вареный вариант лично у меня вот поэтому я просто ставлю вот таким образом все вот так вот обмазываю с одними теми же специями картошка кстати получается очень вкусно все овощи очень вкусно я иногда еще добавляю сюда когда есть цветная капуста да вот и получается он такое на мой взгляд быстрое очень вкусное блюдо следующее блюдо у меня тоже достаточно ну не требует скажем так особого участия приготовления это фаршированные перцы перцы у меня как видите замороженные я замораживала их но получается в августе этого года да и я их измораживаю вот чисто такими да то есть не фаршируя ничем начинку я буду делать из домашнего фарша с рисом рис я предварительно отвариваю практически до готовности не знаю почему я так делаю девочки но вот так делаю всегда добавляя соответственно специи и сейчас буду фаршировать перчики я когда достаете перцы я их не размораживаю потому что если их разморозить они становятся такими мягкими и их очень сложно нафаршировать то есть разморожены вот эти перцы не держат хорошо форму и получается они рвутся там бывают знаете поэтому я их не размораживаю прямо вот таким образом фарширую кстати как-то я пробовала перцы овощные где был рис морковь лук и что-то еще вот что я не помню мне очень тогда понравилось но мужу моему такое блюдо не нравится поэтому я делаю с фаршем как видите фарши не положила ни морковку не лук так не любит мой муж да и мне тоже не нравится особо когда морковь вообще у меня морковь не особо любят дома поэтому его мало куда я вообще в принципе добавляю в общем фарширую все перчики единственное что вот так пороженные перцы неудобно ну когда я хранишь морозилки да они занимают много места и когда вот так вот их фаршируешь они же из морозилки да то есть такие достаточно холодные и ну в этом только заключается минус а так зимой фаршированные перчики причем недорогие получается фаршированные перцы потому что цены конечно на перцы и овощи в принципе зимой кусаются я бы так сказала вот поэтому я всегда делаю такую заготовку и зимой радую себя и своих домашних вот таким очень вкусным блюдом который можно есть и на обед и на ужин на обед вот например с бульончиком да в котором варилась вот это все можно замечательно все это съесть хорошенечко их но выкладываю чтобы они да хорошо у меня были вот этот остаток я заморозил а потом добавлю еще фарш и сделаю какие-нибудь не знаю ежики например да или тевтельки какие-нибудь вот заливаю просто обычной водой кладу сюда лавровый лист и обычно перец горошком но он у меня закончился вот поэтому я добавила просто черный перчик не выкладываю сверху никакую зажарку обжарку просто вот таким образом варю их но здесь как обычно я готовлю домашние наггетсы для своих детей ну вариант домашних наггетсов да вот делаю я их всегда одинаково и мне описали спасибо большое разные рецепты там замариновать в кефире вот одна девушка немца я обязательно попробую так сделать но сейчас вот решила по-быстрому свой рецепт вот в мисочку маленькую я откладываю это мои хвостатиком вот и ну обязательно их угощаю особенно у меня кошка гуничка моя старушечка любит кушать куриную грудку вот но в принципе все так что куриная грудка всем детям и моим хвостатом в общем для всех добавляю немножко специй так как это у меня делать дети соответственно соль обваливаю все это в яички и потом в панировочных сухарях панировочные сухари вот эти лентовские не знаю они мне нравятся я их постоянно покупаю вот как-нибудь увижу когда какие-то другие обязательно попробую тоже какие-нибудь другие и просто на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки принципе куриная грудка готовится достаточно быстро вот такие блюда у меня получились за кадром я еще сделала салат обычный просто здесь у меня немножко сметанки и помидоры огурцы все они лук ничего туда не стала добавлять вот так вот выглядит наше блюдо вот курочка полностью пропеклась и картофель готов и морковочка и вот лучок видите он немножко обгорает этот лук поэтому я говорю что если вы такое не любите можно не добавлять а морковка как раз придает кстати сладость этому блюду мне вообще очень нравится такая запеченная морковка перчики мои фаршированные тоже очень вкусно тоже мое любимое блюдо но для меня это такое прям летнее блюдо и я очень люблю зимой когда на улице холодно кушать кушать фаршированные перчики ну и вот здесь вот наггетсы детям они будут у меня их кушать вот они мне надоели если надоели я бы не готовила да вот но они почти постоянно едят именно их им очень нравится ну и нравится и замечательно я с удовольствием для них готовлю в общем вот такие вот у меня получились быстрые простые блюда вот но на несколько дней нам точно хватит и это здорово но я на сегодня такой вкусной ноте с вами буду прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч